Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Вот этот чудной с виду гриб занесет в Красную Книгу России и является условно съедобным. Изначально, когда он идет в рост, он имеет плодовое тело в виде яйца, как веселка обыкновенная, только меньшего размера. Вот в этом виде яйца он и съедобен. Затем в процессе роста оболочка яйца разрывается и вырастает плодовое тело с полой пористой ножкой желтоватого оттенка. И красно-оранжевым наконечником, в процессе созревания которой покрывается зелено-оливковой слизью, привлекающей своим неприятным запахом фекалий мух. Зелено-оливковая слизь содержит в себе споры, которые мухи и разносят затем по всей округе. Гриб часто можно встретить в местах, богатых древесными останками, на известковой почве, в различных типах лесов, парках, скверах. После теплых дождей гриб довольно-таки мелкий и имеет ножку в диаметре не более 1 см, а высотой не более 15 см. Что очень сильно отличает его от веселки обыкновенной. Но один раз я находил в сосновом песчаном бару гриб по размерам сходный с мутинусом собачьим, но по оттенкам более похожим на веселку обыкновенную. В итоге я так и не понял, то ли это мутинус собачий по каким-то причинам потерявший пигмент, либо это веселка обыкновенная, имевшая по каким-то причинам очень малые размеры. Еще раз хочу напомнить, что гриб является краснокнижным и очень редким. Лично я его встречал в своей жизни всего лишь 2 раза. Поэтому при встрече не стоит гриб как-либо ломать или топтать. Всем удачной тихой охоты, пока! Субтитры сделал DimaTorzok